еврейская армия набор солдатиков от фирмы цезарь миниатюр набор состоит из 42 фигурок выполненных в 72 масштабе пластик мягкий оружие съемные в руки можно дать хопеш меч дубинку топор эксклюзивное оружие в виде челюсти осла эти четыре фигурки показывают нам бойцов ближнего боя в руках первого воина труба шофар у второго щит довольно странный на нем есть умбон но он не металлический рельефный то есть производитель имитировал как бы воловью шкуру откуда они это взяли непонятно поэтому желательно умбон просто срезать ножом или обточить для имитации бронзы следующая фигурка это воин вооруженный дубинкой последняя фигурка может вооружаться как угодно первая фигурка изображает прачника метающего камень два типа лучников один стоящий на колене а второй в полный рост проблема в том что у евреев было мало лучников а застрельщики были в основном прачниками наборе явный дисбаланс типов стрелков последняя фигурка изображает миссии держащего скрижали с заповедями которые согласно библии он получил лично от бога на горе синай в наборе 4 моисея перебор однако я покажу что из этих фигурок можно сделать когда в видео дойдем до конверсий женщина с посохом скорее всего это изображение судьи деворы это единственная женщина судья у евреев при этом ее влияние было огромным она смогла сплотить все 12 колен собрать большую единую армию которую в бой на ханаонитов водил варака эту битву с царем цесара я описывал в прошлом видео еще два воина на голове одного из них шлем конической формы последняя фигурка сделана намеренно выше всех остальных это изображение самсона времена войн с филистимленами это был судья израиля занимавший эту должность 20 лет сохранилось несколько легенд о самсоне например такая как-то по требованию филистимлен евреи связали и выдали самсону врагу на казнь но попав в лагерь врагов он порвал путы и подобрав земли ослину челюсть перебил 3000 воинов врага в одиночку именно это оружие сделал производитель миниатюр историчность одежды и вооружения если к оружию придраться особо не к чему то к одежде есть вопросы в первом видео я показывал как могли выглядеть евреи в бронзовом веке тут производитель не сделал ничего подобного одежда это классически для востока длинные платья до щекоток иногда до колен рукава короткие и длинные длинные рукава порой закатаны до локтя только две фигурки соответствуют облику евреев времен исхода я решил не заморачиваться и оставить одежду в том виде как его сделал производитель внеся ряд своих изменений перейдем к конверсиям фигурок мне интересно не просто купить миниатюры и раскрасить их а внести в них свои изменения эта часть фильма будет несколько сложна для просмотра и в первую очередь предназначенная моделистом пожелающим повторить мои конверсии или сделать что-то свое на базе моих наработок из 42 фигурок я сделал отряд в 37 моделей 11 фигур не подвергал изменениям а 26 переделал на свое усмотрение как это делать я рассказывал видео как делать солдатка своими руками ссылку дам в конце этого видео или в описании я решил сделать два отряда по 12 бойцов три полководца и 10 застрельщиков на заднем плане в последней шеренге стоят не конверсированные фигурки в наборе все фигурки были серыми желто-зеленый цвет на моделях показывает где части модели делались из милипута часть модели я сделал из карфагенян от звезды их видно по желтому пластику я брал как части тел так и фигурки целиком для одной модели нижнюю часть взял из набора греческая пехота от звезды использовал также набор гальская пехота от звезды и республиканские римляне от звезды кстати перед окраска модели от цезаря обязательно грунтуйте иначе не будут липкими из-за того что краска не будет на них до конца высыхать прачники стреляющая фигурка я решил сделать только одного остальных оставить для использования в других армиях уж очень оригинальную модели сделал цезарь миниатюр изменением фигурку не подвергал взамен этих трех прачников я сделал евреев из карфагенян карфагеняне одеты в эксамилы я облепил их милипутом продлил до колен рубахи первому и второму воину сделал рубаху с рукавами а третьему рукава закатанными второй фигурке заменил голову взяв ее от этого еврея расцветка одежды первого воина взята из этой книги это детская библия в ней много хороших рисунков но за историчность одежды я поручиться не берусь моисей он держит рука скрижали я оставил одну фигурку другие подверг конверсии прачник левая рука взята от македонца из набора звезды правая от кельтского прачника все от той же звезды из милипута вылеплен и приделан к левому боку подсумок для камней дефекты при креплении рук в районе плечей задел милипута получилась довольно оригинальная моделька из этого моисея я сделал копейщика и правая рука взята от македонянина звезды как я тоже из того же набора да и вообще все копии которые я делал при конверсии этого набора взяты от звездовских македонцев левая рука взята от кельта штырик для крепления кельтского щита удален лучники из четырех стоящих лучников я оставил одного конверсии ему не делал сидящих лучников использовал всех и немного с ними поработал срезал стрелы воткнутые в землю заменил двоим фигуркам головы одну взял с еврея другую от карфагенянина голова в коническом шлеме как ни странно но у всех лучников нет колчанов для стрел они должны быть у них за спиной я не исправил этого потому что просто забыл а потом при покраске заметил этот недочетно было уже поздновато что-то менять наконечники стрел были бронзовыми примерно такого вида вполне возможно что часть наконечников вообще делать из обсидиана поэтому их надо было обокрашивать в черный цвет воина со щитами воин справа просто покрашен 3 фигурки заменил голову на голову от карфагенского прачника от звезды четвертому воину поменял правую руку на руку с нижним хватом копья голову взял от сидящего еврейского лучника голову немного повернул вправо фигурка самсона по легенде вся сила этого воина была в его волосах на фигурке мы видим эти волосы заплетенные в косы я не стал его вооружать ослиной челюстью а дал в руку хопиш все-таки челюсти животных это не основное оружие для воинов судья де вора сделал одну фигурку остальных оставил в запасниках идею для расцветки одежды взял с этой иллюстрацией из детской библии воины с трубами шофар оставил двоих воины изображают бойцов гедеона когда они ночью окружили лагерь кочевников и разбив горшки в которых горели факелы и сдрубив трубы вызвали панику у врага поэтому руки у модели приподняты вверх а воин как бы пугает противника в руку можно дать дубинку имитирующую факел тот что справа не был изменен вновь никак у левого заменил правую руку на руку македонянина звезды голову взял фигурки еврея со щитом воины с копьями и в шлемах их всего двое в наборе одному заменил левую руку дав руку карфагенянина щит был обточен с внешней стороны и вырезан из фигурки много было заморочек но результат меня устраивает бегущие воины одному заменил голову на голову от еврейского лучника первой фигурки заменил правую руку взяв ее от гельта звезды и обмазал милипутом раздал разное оружие топор хлопеш дротики бегущие воины первому заменил голову на карфагенскую в коническом шлеме вооружил его хлопешем вторую фигурку разрезал пополам оставив вниз а вверх взял с воина с дубиной корпус повернул вперед 3 фигурки из милипуты слепила жилет и вооружил дубинкой получился такого-то ополченец 4 фигурки заменил тело выше пояса на карфагенянина оружием ему служит дротик стоящие фигурки второй заменил правую руку на верхний хват вооружил дротиком в левую руке прямой бронзовый меч голову заменил на карфагенскую в коническом шлеме 3 фигурка это воин с трубой у него удалил шафар и дал руку меч 4 фигурки заменил правую руку получился застрельщик с дротиками в первой фигурке заменил левую руку раньше она была со щитом руку взял от кельта звезды облепил ее милипута так как нужна была рука в одежде следующая фигурка сделана из трех моделей вверх взят от евреев вниз взят от греческого лучника от звезды милипутом заделал стык в поясе и сделал ремешок получилась такая модель 3 фигурка сделана из карфагенянина от звезды заменил ему голову на еврейскую она смотрит чуть назад и вверх он как бы призывает товарища идти в бой вслед за ним долепил с милипута жилет правую руку дал топор последняя фигурка это бывший трубач срезал у него рог из руки заменил голову с милипута сделал жилетку вооружил копьем вот такая армия получилась в ходе работы вы можете повторить мой опыт или сделать по аналогии что-то свое удачи в творчестве понравилось видео тогда поддержи автора перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет реквизиты указаны в описании к видео чем больше ваша поддержка тем больше видео появится на этом канале заранее благодарен жми сюда и смотри интересные видео не забудь поставить лайк подписаться на канал а